Здравствуйте, друзья! Вы снова на канале, и сегодня наша тема, которую мы будем обсуждать, это три базовых упражнения для начинающего рисовать. Так как всё в этом мире состоит из каких-то геометрических предметов, в дальнейшем это станет основой вашего мышления, то именно эти умения рисовать эти простые геометрические предметы и являются законом. Поэтому упражнение номер один. Это упражнение рисовать шар или круг. Итак, что вы делаете? Вы должны уметь рисовать круглую форму и делать её максимально быстро, максимально ровной, максимально чёткой. Обычно никогда ни у кого не получается нарисовать ровный круг одним движением одной руки. Поэтому существуют упражнения, которые вы должны научиться выполнять делать. Что вы делаете? Вы проводите некие линии, и от центра, который вы воображаете, даёте равные расстояния от этой центральной части, и делаете так. Ставите палец на центр этого объёма и совершаете вот такое круговое движение. То есть вы привыкаете к тому, что ваш палец имитирует циркуль и имитирует поворот этого объёма. То же самое, переставляя палец в обратную сторону относительно этого центра, вы выполняете такое же движение. То же самое делаете в другую сторону. Это упражнение, это умение карандашом ставить вот такую линию вокруг этого пространства, и является этой сложной философией мышления, которая поможет вам потом рисовать круглую форму, которую вы ставите, ориентируясь на ту точку, которая у вас есть, и с лёгкостью поправлять тот край, который вам нужен здесь и здесь. Постепенно вы научитесь это делать, и в момент, когда вы будете работать или штриховать, смотрите, что получается. Ваша кисть расположена таким образом, что вы ставите палец, как будто бы в центр, и когда штрихуете, наносите линию здесь, поворачиваете следующий объём, то ваш палец как раз находится мотивированно в этой центральной части, что позволяет вам работать очень легко. Когда вы штрихуете, удерживая карандаш вот так, потому что не совсем обязательно штриховать карандашом, удерживаем в руке только так, это одна из тем, как держать так или так. Держите, как хотите. Здравствуйте, друзья! Мы записали курс для начинающего художника, в котором мы рисуем простые геометрические предметы, и именно на них осваиваются все основные методики штриха, построения линий, пространства. Поэтому этот курс теперь есть, пользуйтесь. Ссылка в описании. Вот. Поэтому если вы держите так, то центр вращения, который пойдёт здесь, также будет находиться по центру этого объёма, и пальчик, который у вас находится здесь, находится в центральной части, что позволяет вам с лёгкостью выравнивать те линии или получать тот круг, который вам нужен. Вот это умение рисовать шар, вот в этой части, приходит вам также в умение рисовать маленький объём, крупнее объём, больше объём. И этот объём рисования идёт уже от плечевого сустава. Это достаточно сложно, когда вы к листу стоите. На маленьком листе вы рисуете пальчиком, тогда ваша рука лежит вот здесь. Когда вы рисуете большую форму, вы уже скользите рукой по листу, и шар, который вы рисуете, превращается от движения вот в этой части. Это механическая, физическая работа. Ощущается она именно мышцами, и поэтому очень важно научиться это делать. Итак, после того, как вы поняли, как его построить, то есть как проводить линии, следующее, что вам нужно сделать после того, как вы построили эту сферическую форму, это уметь показать источник света, направленный на эту форму. Как это делается? Мы все понимаем, что если, например, свет идёт отсюда, то у нас будет территория блика, территория полутона, территория тона, края собственной тени, которая находится вот в этой части, и потом территория уже теневой части, которая снабжена рефлексом. Так вот, чтобы пройти всю методику этих действий, вы так и делаете. Смотрите, как только вы построили такой шарик, первое, что вы делаете, вы находите край собственной тени. Как только вы нашли этот край собственной тени, вы вырисовываете внутрь туда воображаемый эллипс, и рисуете кусочек этой линии как часть эллипса. Вы не рисуете эту дальнюю линию, а вот эту линию рисуете как эллипс. Почему сейчас об этом идёт разговор? Самая классическая ошибка, которая допускается в данном случае, это рисование вот такой полосы. Всё дело в том, что эта полоса, которая здесь рисуется, является эллипсом, который уходит чуть-чуть дальше или чуть дальше. То есть, она не является объёмом этого шара. Потому что вот эти хвостики, которые здесь приходят, обязательно должны закрутиться и быть частью этого объёма. Таков закон. Поэтому, когда вы рисуете эту поверхность, постарайтесь сделать её вот такой эллипсовидной. То есть, это почти то же самое, что рисование шарика, только теперь рисование эллипса через этот объём. Как бы это ни происходило, он всегда здесь на краешке, всегда закручивается. Поэтому, как только вы поставили эту линию, поставили эту круглую часть, внутри этого объёма вы должны сделать темнее вот эту точку и от неё растягивать тон. Потому что эпицентром движения является как движение от светлой части, когда тон постепенно набирается от этой точки. Так есть и эпицентр тёмного пятна, относительно которого набирается тёмная структура, идущая вот с этой части. Вот отсюда. Если это место, относительно освещения, является противоположным ему ходом. Поэтому здесь будет самое тёмное, здесь будет самое светлое, и вам нужно сконцентрироваться на тональном напряжении этой части, чтобы у вас получалось правильное удаление в лист объёма шарика в ту или в другую сторону. Вот сюда. Это те базовые действия, которые нужны для рисования шарика и понимания, когда. Поэтому выполняете вы это непрерывно и постоянно. Свободная минутка, нарисовали эллипс, сосредоточились на точке, поставили блик и потянули тон, поставили следующий шарик, опять поставили блик, опять поставили тёмную структуру, рисуете, рисуете, рисуете. Как только вы научитесь это делать, всё, вы самый счастливый человек на свете. У вас будет куча-куча-куча-куча-куча-куча-куча шариков. Это первое упражнение, которое нужно начинающему рисовальщику. Упражнение номер два – это умение рисовать квадрат или куб. Квадрат и куб. Смысл заключается в следующем, что вы должны уметь нарисовать кубик, и он должен получаться сразу с равными сторонами. Он также может быть нарисован и в перспективе, и тоже должен быть с равными сторонами, чтобы стороны были одинаковые. Так вот, умение рисовать кубик возможно только при условии, если вы также ощущаете диагонали, которые проходят здесь, через эту часть, и ощущая эти диагонали, вы чувствуете равные величины внутренних треугольников, которые находятся в этой части. Во всех других случаях, если вы не воображаете себе эти линии, которые находятся здесь внутри, не будет получаться глубины и пространства. Так вот, смотрите, что вы делаете. Допустим, вы рисуете некий кубик, который уходит в эту, в эту и в эту сторону. Нарисовали вот такую часть, и диагональками врисовываете линии здесь, 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 врисовываете линии здесь, и через эти центральные точки проводите линии, которые связывают эти направления, и смотрите, получился ли внутри еще один квадратик, который находится внутри этой части. Вот этот механизм прорисовывания треугольников, квадратиков, видения в каждом квадратике еще один квадратик, это самое сложное. Поставили диагональки, поставили разбивку, и получилась очередная схема еще четырех квадратиков, находящихся внутри. Разделили еще раз, получили диагональный квадратик здесь, получили здесь эту же форму, диагональный квадратик здесь. Вот такое упражнение нужно для того, чтобы научиться правильно видеть, как рисовать квадратик, как рисовать кубик в дальнейшем. Отрисовываете здесь, здесь и здесь механизм перспективы сокращения. Для чего это нужно? Все дело в том, что линии, которые вы научитесь видеть, как абсолютно параллельные, также позволят вам видеть сближение этих линий друг к другу, то есть, которые сокращаются вовнутрь. В результате он будет правильно нарисован на листе с измененными пространствами, и все искажения, которые есть в сокращающемся объеме, понимаете, да, то есть, сейчас этот, этот объект, это разные объекты, этот вот такой прямой, а этот объект имеет вот такую структуру. Но и в том, и в другом случае должна быть создана иллюзия абсолютного квадратика, несмотря на то, что все эти линии становятся разные. И вот это умение видеть и умение делить перспективно сокращающуюся плоскость, которая уходит туда вовнутрь, на доли, которые не будут равны, но иллюзия все равно будет создана объемом, это одно из ключевых умений создавать пространство в листе, которое двухмерно, а вы создаете, соответственно, трехмерную пространство. Поэтому это второе упражнение, которое надо обязательно освоить начинающему художнику. Та-дам! Итак, упражнение номер три. И упражнение номер три. Сейчас карандаш уберем. Упражнение номер три, которое поможет вам быстро освоить рисование. Итак, шарик, кубик и последнее это цилиндр. В чем смысл? Есть такая форма, которая называется эллипс. И эллипс должен быть совмещен с предметом, который является кубиком. То есть, есть в природе куб или прямоугольник, параллелепипед. И есть в природе шар. Они существуют одновременно друг с другом. Так вот, что вы должны научиться делать? Вы должны научиться рисовать эллипс с равным центром, потому что вот эти линии, которые сюда спускаются, создают вам ощущение правильного пространства. Поэтому вы учите делать следующее. Вы либо врисовываете прямоугольник и пририсовываете к этому центру эллипс, который сюда раскрывает. Почему именно так? Самая классическая ошибка, которую совершают при рисовании эллипса, это эллипс рисуют с вот такими острыми уголками. Вот здесь возникает острый угол. Это принципиально неверно, потому что в эллипсе этого не может быть, потому что любой эллипс на своем краешке имеет вот такую круглую форму. И поэтому здесь возникает своя ось, и линия, которая отсюда выходит, обхватывает этот объем вот таким образом. То есть полностью захватывает величину с тем центром, который находится здесь. Поэтому если вы умеете быстро рисовать эллипс с закругленными уголками, какой бы он маленький не был, он всегда должен быть, какой бы узенький он не стал, он все равно на конце должен быть именно закруглен. Тогда вы супер мастер по рисованию этого объема. Почему мы говорим о цилиндре? Есть одна особенность. У цилиндра эта и эта форма находятся на разном уровне по отношению к линии горизонта. Эта линия будет находиться всегда ближе, эта всегда ниже. И поэтому раскрытие верхнее будет всегда меньше, чем раскрытие нижнее. Нижнее будет всегда больше, верхнее всегда меньше. Потому что по перспективе происходит вот такое сокращение, и если поставить такую линию, как бы форму удаляющуюся сюда вовнутрь, и поставить эту ось, то эллипс здесь будет маленький, здесь эллипс уже будет большой. То есть они будут всегда иметь разную структуру раскрытия. Это пригодится вам при рисовании чашек, чайничек, чайничков, вазочек, горшочков. Вы всегда будете видеть, что верхняя линия меньше, нижняя линия, которая спускается потом сюда, всегда чуть-чуть крупнее по раскрытию. Но из-за того, что ее не видно насквозь, вы никогда не рисуете и можете допустить ошибку. Верхнее раскрытие сделать очень большое, а нижнее раскрытие сделать вот таким. Такого не может произойти, и поэтому умение рисовать эллипс, эллипс постепенным раскрытием от верхнего края узенькое, потом все чуть больше, потом чуть больше, потом чуть больше, позволяет вам натренировать очень быстрое, очень ловкое рисование эллипсовидных структур, привязанных к геометрии, к пространству. Поэтому рисование этого объема от цилиндра в ту сторону с этой осью точно так же позволит вам раскрывать эти объемы, закрывать их и уводить, потому что перспективы еще есть в эту сторону, но это чуть сложнее. Самое главное сейчас просто научиться делать эллипсы и соизмерять их с раскрытием относительно понижающихся вниз от линии горизонта или повышающихся от линии горизонта соответственно вот этому пути цилиндрической структуры. Это упражнение номер три, который заканчивает цикл базовых структур. Если вы это освоите, гораздо легче будете двигаться в сторону правильного рисования. Так что до встречи, друзья, тренируйтесь и увидимся снова. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова